Эти ужасающие кадры, как хабаровские студентки, жестоко издевались, а затем убивали животных, взбудоражили всю страну. Своих жертв девушки находили по объявлениям в приютах или просто подбирали на улице. Это жутко. Вот такое создание. И не просто же убили, а еще издевались какое-то время. Фото и видео издевательств студентки выкладывали в интернете. Психологи уверены, таким образом они пытались продемонстрировать свое превосходство. На интернете совершенно какие-то есть маргинальные вещи, которые сегодня выставляются именно ради лайков. Да, вот посмотрите, какой я, я так могу, а никто так не может. И жестокость, это, конечно, как одно из проявлений вот этих крайностей, которые уже маргинальны. Лайки за убийства. Зоозащитники насчитали десятки истерзанных собак и кошек. Их душили, потрошили, расстреливали, выкалывали глаза. Вот на самом высоком здании. Вот самое высокое здание, да. Они как-то выходили, выходили. Ну, это вечером. И начинали какие-то танцы крутить вот так. Танцевали. Ну, вот всяко-разно танцевали. Ритуалы и так далее. Тут раньше было на что прыгать, сейчас уже нет. К месту происшествия бывший парень одной из девушек ведет окольными путями. Это место прозвали старым крематорием. Но на самом деле здесь здание поликлиники, заброшенное еще в советское время. Виктор признается, его подруга издевалась не только над животными. Она его привела в эту заброшенную больницу. Ночью привязала вот к этой решетке цепью под предлогом карточного желания. Потом сказала, что угрожала ножом и немножко побила. Градус ненависти зашкаливает. Причем не только в Хабаровске, но и по всей стране. Свой гнев люди выплескивают на страницах соцсетей. Одни требуют наказать живодеров по закону, другие готовы сами линчевать девушек. Люди хотят крови, они хотят этих девочек убить, если честно. Ну, как они пишут в соцсетях, надо их разорвать. Есть люди, которые звонили и говорили, что вы их только найдите, мы там с ними сами уже расправимся. От самосуда одна из подозреваемых пыталась сбежать в Санкт-Петербург. Ее задержали в аэропорту Новосибирск во время пересадки на стыковочный рейс. Девушку этапировали в Хабаровск и поместили под домашний арест. Мать другой студентки сама обратилась в полицию. Женщина сообщила, что в адрес ее дочери поступает угроза убийством. Неизвестные предположили, что именно ее ребенок стал непосредственным участником издевательств над животными. Переписки девушек в соцсетях разлетелись по всему интернету. В одной из них подруга жаловалась на непонимание со стороны матери. И даже интересовалась, сколько дадут за ее убийство. Я иду к маме, если мамы нет, мне в этом месте становится нестерпимо больно. И для ребенка нет времени. То есть он переживает боль очень остро. А отреагировать он может там, где он имеет власть. Он может иметь власть над более слабыми. Полная власть и полное подчинение. Полная власть – это как раз власть лишить жизни. Накопленную в семье агрессию подростки, как правило, выплескивают вне дома. На более слабых сверстниках или животных. Таким образом они самоутверждаются и проявляют внутреннюю ненависть к людям. Мы всегда, когда работаем с лицами, которые совершают очень тяжелые преступления, например, убийства людей, собираем анамнез и выясняется, что в детстве тот или иной душевно больной человек истязал, мучил животных. Покалеченных животных в приюты и ветеринарные клиники привозят ежедневно. Причем над кошками и собаками издеваются не только дети и подростки. Все чаще встречаются люди более зрелого возраста. К нам приносили собак с пулями, с нашими, с пробитыми. Нам приносили кошек с отрезанной лапой, с раздробленной лапой. Был котенок, которого душили под водой. Его спасла бабушка и пронесла его нам. В Хабаровске возбудили уголовное дело. Только вот обвиняемой по нему стала лишь одна из девушек. Вторая же проходит свидетелем. Но даже если живодерок и накажут, то максимум, что им грозит, два года лишения свободы. Но вероятнее всего дело закончится исправительными работами. Только вот вряд ли эти работы их исправят, если в причинах такой агрессии разбираться никто не желает.